Красоты Карачаева Черкесии давно славятся в стране и за рубежом. Еще в советское время Донбай был местом притяжения для всех, кто не мыслил себя без гор. Поселок гостеприимно встречал туристов со всего СССР, стран Варшавского договора. Здесь можно было услышать немецкую речь, познакомиться с представителями дружественных стран Африки. Тысячи людей оздоравливались, открывали для себя новые горизонты. Проходя по горным маршрутам, могли почувствовать себя немного первооткрывателями. В последние годы развитие туризма в Карачаево-Черкесии встало на новые рельсы. Заметно увеличился поток туристов. Если раньше он исчислялся, как тогда казалось, неимоверными сотнями тысяч, то в последние годы доходит до полутора миллионов. Цифры впечатляющие. Ожидается, что они будут еще выше, так как ведется планомерная работа по привлечению отдыхающих в летний период и в межсезонье, когда красота природы очаровывает новыми красками. Недаром Дамбай признан одним из красивейших курортов страны. Но в Карачаево-Черкесии есть и другие места для гордости. Министерством туризма разрабатываются новые горно-пешеходные маршруты, ведется работа по привлечению туристов в межсезонье. Так уже через неделю ожидается визит в республику представителей крупного международного туроператора «Анекс Тур». Мы совместно с ними планируем разработать пакетные туры для того, чтобы они уже продавали по стране и не только по стране, соответственно. И это нам даст возможность в том числе загружать вне сезон нашей гостиницы. Они приезжают, мы с ними объезжаем, ознакомливаем с инфраструктурой нашего региона, показываем им, какие у нас мощности есть, исходя из их требований и запросов. Это в том числе и пункты питания, и коллективные средства размещения, и развлекательная инфраструктура, которая есть, и исторические объекты, и маршруты наши в плане горно-пешеходки, не только горно-пешеходки, и конные, и джиппинги и так далее. В итоге, ознакомившись, мы формируем оптимальный пакет для того, чтобы они уже могли его тиражировать и продавать туристам. То есть уже турист, он берет пакетный тур, у него есть конкретная программа, он не выстраивает себе маршруты, он не ищет себе там место проживания и так далее. Он покупает пакет, у него все четко, понятно и расписано прям по дням. Таким образом, он может и оптимизировать свои затраты, которые он несет, и с удовольствием провести время. В межсезонье даже самый взыскательный турист может по достоинству оценить красоту горного пейзажа, проникнуться атмосферой исторических объектов. Это иоландские храмы, знаменитый Лик Христа, ставший местом паломничества сотни тысяч людей со всей страны. Министр туризма Расул Тикеев говорит, нельзя оставить без внимания и экологический туризм, так востребованный в наше время. Для гостей должен быть создан соответствующий сервис с пунктами питания, местами для отдыха, когда турист по желанию сможет выбрать пакетный тур длиной в пять дней, а то и две недели, с посещением медовых водопадов, плато Бермамыт, знаменитых озер. Есть и очень амбициозные планы связать горно-пешеходной тропой исторические объекты, создав так называемый храмовый маршрут. Эти храмы, и Сентинский, Шаминский, и Нижнеарховский храмовый комплекс находятся в Министерстве туризма. Мы их рассматриваем как объекты туристического притяжения и проводим сейчас как раз работу и с Министерством культуры Российской Федерации по возможности не только реставрации их. Реставрация не предполагает обновления и сделать что-то новое. Все будет сохранено, потому что мы не можем их переделать. Это наша история, они должны в первозданном виде быть сохранены, но они должны быть оборудованы под современную пользу, то есть использование туристических объектов. Соответственно, не только сами здания и помещения, а еще и благоустройство территории имеет большое значение, чтобы турист, приезжающий, мог на этой территории получить весь, так сказать, спектр необходимых там своих потребностей. Этнотуризм – еще одно направление, которое можно развивать в республике. Три старинных аула – Карчурт, Хурзу Кучкулан, по праву называют колбелью Карачая. Каждая улица здесь дышит стариной, с его фамильными родами, особой атмосферой горского быта, домами с рубами, которыми счисляются сотни лет. Они одни из первых деревянных строений на Кавказе. Имеются места, веянные легендами, как камень Карчи, знаковое место Буташа или же знаменитое Хасулкинское сражение. Но как сделать эти места привлекательными для туриста? Это мы называем этнотуризмом. То есть это как раз, когда турист, это про то, когда турист может приехать, даже при желании пожить некоторое время, увидеть и традиции, и быт народов Карачао-Черкесии. То есть, так сказать, окунуться в прошлое. Ну и, соответственно, получить массу приятных впечатлений. Я считаю, что этнотуризм это такое достаточно популярное направление. Оно сегодня развивается у нас в стране. И мы также планируем. Но основной вопрос, это все-таки инициативы предпринимательские. Объекты этнотуризма, они же должны каким-то образом содержаться, самоокупаться. Соответственно, есть и грантовые направления, Ростуризм проводит. В том числе вот такие предпринимательские инициативы, когда предприниматели заявляются, рассказывают о своих проектах, готовят эти бизнес-планы, направляют заявки, соответственно, получают средства и реализовывают это. То есть это должно вот таким образом выстраиваться. Задача государства, говорит министр, поддержать предпринимательские инициативы. Ведется работа с тревел-блокерами, которые посещают нашу республику. Планируется показывать им достопримечательности, чтобы те, в свою очередь, транслировали их дальше. Но главное, среди жителей республики есть немало желающих работать в сфере туризма, развивать собственный регион. Министерстве помогает им разрабатывать документацию, способствует получению грантов, улучшает условия работы. Мне даже приятно отметить, что есть молодые ребята, которые хотят этим заниматься. Которые хотят этим заниматься, обустраивать маршруты и даже предоставлять прям такие интересные продукты качественные, в том числе и пакетные туры. Наши ребята есть, которые занимаются, это наши турагенты. И среди них есть предпринимательские инициативы как раз, и в том числе по этому туризму. Но как сделать так, чтобы турист захотел вернуться в республику, чтобы еще раз окунуться в атмосферу кавказского гостеприимства? Ведь путешественник должен уехать с добрыми воспоминаниями, получить лучшие впечатления. Министерство туризма планирует провести образовательные мероприятия для ательеров и обслуживающего персонала, чтобы турист получил не только доступные базовые услуги, но и почувствовал атмосферу добродушья и искреннего гостеприимства. Мы сейчас работаем над созданием цифровой платформы, туристская цифровая платформа региональная. Это вот как раз про то, что такое Карачао-Черкесия. То есть турист, въезжающий в регион, он сможет, если даже он не узнал еще, что есть такая платформа, на въезде в регион он спокойно может с QR-кода скачать приложением себе в телефон, открыть эту платформу, увидеть весь туристский потенциал, выстроить маршруты, приобрести там себе пакетные туры, либо забронировать гостиницу, понять, куда он едет. Мы будем, скорее всего, отмечать знаком качества. То есть турист уже, а платформой будет пользоваться все туристы, потому что она станет популярной, однозначно, потому что это тот информационный ресурс, где можно узнать все. Это не так, чтобы вы пошли искать о Донбайе где-то в интернете, гуглите информацию, о Бархазии еще где-то там ищите, узнаете, а что за маршруты есть вообще в Бархазии или в Донбайе, а куда можно пойти, подходите к кому-то, спрашивайте что-то. Там вся информация будет. Соответственно, она будет удобная для пользователя, а поскольку она будет удобная для пользователя и еще насыщенная информацией, несомненно, ее будут пользоваться туристы. А когда туристы будут пользоваться ей, там будут отмечены те отели и пункты питания, и все остальные оказания услуг туристских, они будут отмечаться знаком качества. Отрадно, что по результатам независимых исследований, Карачаева-Черкесия еще за три года до коронавируса вошла в тройку лучших курортов по лояльности. Это означает, что однажды приехавший турист повторил свою поездку. Исследование говорит о многом и стимулирует на большее развитие. Наряду с Архизом в рамках реализации подпрограммы «Туризм» в Донбайе были установлены объекты инженерной инфраструктуры с искусственным оснижением, планируется строительство очередной канатной дороги, реконструкция и строительство новых трасс. Наглянувшая пандемия коронавируса коснулась всех сфер, туризм не стал исключением. Мистерство проводит в этом направлении определенную работу, предпринимаются усилия для безопасного пребывания туристов. В соответствии с указом главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Борисовича Тимрезова нами проводится работа с предпринимателями, осуществляющими деятельность в курортных зонах на предмет введения QR-кодов, соблюдения всех мероприятий, предписанных Роспотребнадзором, есть утвержденные методические рекомендации. И вот в самое ближайшее время совместно с муниципалитетами в составе рабочих групп министерство выезжает на проверочные мероприятия для, в том числе, разъяснения, как, если у предпринимателя нет понимания, каким образом это выстраивает, работа с QR-кодами, то и разъяснение будет, и, соответственно, проверка будет на предмет соблюдения антиковидных мер. Это важно, и мы должны понимать, что если мы не будем предпринимать усилия для того, чтобы обеспечить, так сказать, безопасное в плане ковида пребывания туриста на местности, мы получим очаг возникновения коронавируса в Салмадоре. Поэтому эта работа проводится. Несмотря на существующие проблемы, в республике планируется развивать экологический туризм. Это трендовое направление, говорит министр. У нас огромный потенциал, и развитие экологического туризма будет в приоритете. Обустроятся горно-пешеходные тропы, соответствующие инфраструктурой, навигацией, местами остановок, открываются новые перспективы и для бальнеологического туризма. Ведется строительство дороги на Пхию с ее нетронутой красотой и уникальными минеральными источниками. Эти места планируется насытить инфраструктурой для того, чтобы люди могли оздоровиться в комфортных условиях и открыли бы для себя еще одно направление для отдыха.